Ну, жил в село Краснополе, Славянский район, Донецкой области, проживал, работал трактористом в колхозе, работал, пахал поля, ну, сам жил, жена умерла, жена умерла, детей нету. Работал в колхозе, трактористом, сестра живет в шахтерском городе, два племянника, работают в шахте, в шахте работают, сестра воспитатель детского сада, сестра на пенсию уже. Работал нормально, огород садил, все было нормально, а потом пришли саператисты в 2014 году, пришли, началась война, в селе там не сильно было, там сожгли технику украинскую, а потом перебрались, они в Славянске там воевали, 25 километров от Славянска живу, 25 километров, там война была. Потом украинские войска пришли, выгнали их, туда же, до Донецка, в ДНР, там была война. По трассе у нас Харьков-Ростов, там в селе ездили машины военные, туда же, на войну. Сидел дома, пришла девушка, говорит, россияне, говорит, подтащили технику до украинских границ, будет война. Ну, наш телевизор приемный только, телевизор, как он то и был, ну, не показывал, что он не подсоединенный. Вот он от людей слышал, а потом, потом, вот это изюм, началась долгенькое село Харьковской области, я там на границе живу, в Донецкой и Харьковской области живу на границе. Началась стрельба, постоянно пушки, снаряды, на поле начало взрываться у нас, в посадках начало взрываться, на городах накладывище взорвалось людском. Стекла повылетали в магазин, тоже, ну, не разбомбили, повылетали стекла. А потом начали самолеты подлетать, подлетать начали самолеты. Все время, в пушах, все время, все время, не прекращалось, вот, с утра начинается до вечера, потом ночь прекращалась, в 4 часа появлялся самолет российский. Появлялся самолет и начал бомбить. И по селу, и по зернохранилищу, зернохранилище разбил, где хранилось зерно, разбил. Потом сидел на лавочке во дворе, подлетает самолет, и так прям моим домом прямо пролетел. Мне страшно, думаю, что он пролетел. И я так развернулся, развернулся, и там у нас лесохозяйство, лесохозяйство. И там прямо в дом разлетелся, мне страшно стало, я сразу в подвал прятаться, перепугался. Думаю, такого же никогда не видел, что дома разрушиваются, так разлетаются. Это страшное дело. И я только каждое утро пролетел в самолет и бомбился по селу. По селу. Там людей и крыши посрывало, заборы осколками. Сидел в погребе, приносили соседи покушать. Там курить, сигареты, покушать приносили. Соседи там жили. По соседству, я что без ног. Но они помогали мне, приносили. Говорят, дядя Коля, выходите из подвала. Я говорю, нет, я боюсь, говорю, не хочу погибнуть, говорю, это страшно. Света не было, без света сидели. Хлеба не было, волонтеры провозили хлеб нам. А потом приехали с церкви, то людей позабирали и в Славянск перевезли. Там два села, Краснополя, долина. 25 метров поднимаюсь наверх, долина, спускаюсь к Краснополе. Дома горели, разбивали дома. Крышу сносило. И по улице Шевченко, где я живу, там двухэтажный дом был. И люди сидели в подвале. И ударил снаряд, прямо во двор попал. Снесло второй этаж, машину повредило. Цело долго, в Харьковской области я живу, там 7 километров. Полностью стерли. Там нету вообще села. Разбомбили. Мужики сидели там, чай пили, в кухоньке. Их это, снаряд упал, разорвало. Их талаты прикопали прямо в огороде. Ну, в нашем селе обстреляли школу в долине. В долине. Обстреляли школу. Двухэтажный дом взорвался. Разбомбили там у нас в селе. Много домов. Пострадало от войны. Я бы хотел сказать, чтобы они убирались с нашей земли. И шли до себя домой. И не возвращались сюда никогда. На нашу землю. Украинскую. Чтобы мы жили нормально. Детейры, чтобы жены жили. Дети. Чтобы люди работали. А россиян я не хочу их знать. Они вон людей убивают. Дома жгут. Самолетов. Ракеты пускают на дома. А witnessing тут. Ракеты пускают на улицу.